Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Дмитрий Беляев, участник команд КВН «Головы» и чернокнижник. Дима, добрый день! Вот сколько лет, сколько зим, что называется? Привет! Недавно КВН отметил свое 55-летие. Рассказывай, отмечал как-то это радостное событие. Событие радостное. Отмечал, как и многие, наверное, КВНщики, бывшие, тем, что выложил в Инстаграм и Фейсбук, ВКонтакте, какую-то фотографию со своей молодости, бурной КВНовской. Поэтому, ну, какой... Нет, конечно, мы те люди, которые завязались с КВНом в свои годы, какого-то глобального празднования не производят, я так думаю. Мы так вот, да, неожиданно вспомнили или заметили. Ну, какая-то ностагия там образовалась в организме. Конечно, ну, конечно, сразу же ринулся, просматривая свои фотографии. Не то, чтобы, как сейчас, за компьютером цифровые, да, еще такие бумажные, очень красивые, качественные фотографии. Ностагия, да, замучила. Весь день мучила. Вот отпустила только что. Дима, вот сколько лет КВН в жизни было? Ой, было однако КВН. Ну, началось все в институте, естественно, в Рязанском государственном педагогическом институте. В ту пору он назывался так, на первом-втором курсе. То есть, соответственно, был где-то в районе 20 лет возраст. Ну, и закончилось где-то уже ближе, наверное, ну, уже за 30 было. Где-то, наверное, за 30 с чем-то было. Ну, то есть, около 15, я думаю, было отдано КВНу. А почему закончилось? Ой, дело в том, что, наверное, все-таки... Вырос. Вырос, да. Может быть, вырос. Сейчас некоторые люди продолжают этим заниматься уже не как выступающие команды КВН, а как организаторы КВНа. Мои знакомые многие. Жеглов Алексей, Ермишин Вадим, которые организовывают уже лиги свои собственные. У меня вот немножко другое направление пошло. Но, тем не менее, как бы закончилось, потому что пришла пора. Надо всегда вообще... Во всем нужно знать меру. И говорить вовремя пора. Что касается телевизионных проектов, надо временами заканчивать и начинать что-то новое. Что же самое и с КВНом. Пришла пора закончить, надо заканчивать, вешать, так сказать, бутсы на гвоздь. Я задумалась сейчас. Я не привязываю. Чернокнижные головы, но достаточно именитые, известные на слуху у многих команды. Вот какие-то, может быть, награды были, моменты очень интересные. Вот давай прям вспомним. Прям перечисляем. С душой, да. Опять возвращаюсь в эти времена. Нет, на самом деле, в наши годы мы поиграли... Времена эти были хорошие. И конец 90-х, начало 2000-х, тогда... Мне кажется, да, вот это движение КВН было развито сильнее, чем сейчас. И мне кажется, тогда, ну, я не знаю, может быть, это с тех позиций, тогда КВН нарожал, я не боюсь этого слова, достаточно таких весомых персонажей, которые сейчас являются актерами известными, шоуменами, комедиклабовцами и так далее. То есть, какими-то уже известными людьми, серьезными. И, что говорят, если говорить про награды, то, ну, вот, команды, самые главные команды, в которые выступала команда КВН Головы, наша шоу-группа, мы так называли, и многие так называли. Мы, во-первых, ну, мы выиграли две всероссийские студенческие весны. Это значимые события. Одно в Петербурге приходило, другое в Нижнем Новгороде. В 2000-2001 году, два года подряд, в номинации КВН. Туда отправляется по одной команде от каждого города, которая выигрывает региональную студенческую весну. Вот мы, собственно говоря, выиграли всероссийские. Это серьезное такое достижение. Кстати, вот в те же годы, когда мы выигрывали всероссийскую студенческую весну в номинации КВН, в номинации вокал, всероссийскую студенческую весну выиграл Тимур Родригес. Наш друг хороший из команды КВН Пензы. Так что вот многие люди так вот проходили через этот сит. Я хочу сказать, что фестиваль такой достаточно значимый. Мы выиграли лигу Санкт-Петербургскую, Северо-Западная лига называлась. Выиграли Рязанскую региональную лигу КВН. То есть две лиги выиграли, два студенческих весны, две студенческих весны. Так что головами так победокурили хорошо. Ну и в городе все, что вообще возможно было. Выиграли Славянские базары всякие, чемпионаты города, кубок губернатора, музыкальный фестиваль Рязанский Касапулс. Где у тебя все это висит, стоит? Самое интересное, у меня очень мало всего висячего, стоячего. Есть только две какие-то личные награды, лучшая мужская роль, лапти такие. Вот. И ваза из Нижнего Новгорода, кстати, огромная такая хохлома красивая. Остальное мы как-то распределяли между собой. Выиграли какие-то магнитофоны там распределялись, перепродавали, деньги делили. В те времена это было так модно. Вот. А чернокнижником мы выиграли наше главное достижение. Нас несколькие представители команды головы приглашали в чернокнижник. Это такая главная команда была рязанская в свои годы. Ну и сейчас парни вот недавно на 100-летии РГУ собрались, тряхнули стариной, выступили. Я, к сожалению, не уступал. Вот. Мы выиграли Кивина в черном на Юрмальском фестивале в 98-м году. Мы выступали на Кубке Москвы у Маслякова, мы выступали в высшей лиге. Один матч провели, проиграли чернокнижник тоже у Маслякова в высшей лиге. Так что три, четыре даже еще раз в Юрмале мы выступали. То есть четыре матча у Маслякова, скажем так, я провел. То есть видел лично? Видел лично, да. На банкете в Юрмале. Он молодцом. Кстати, вот сейчас я смотрю фотографии свои, только вчера поднимал фотографии. 98-й год, там с Александром Васильевичем, старшим мы вместе в компании в Юрмале находимся. И вот недавно попал на КВН какой-то, по телеку шел. И вот человек не меняет. Ну, мы тогда уже подозревали, что его слишком сильно замазывают. Тушь всякую накладывают. Он уже тогда, честно говоря, был не молод. Но вот видел сейчас, понимаешь, что он просто реально не стареет. Как будто, знаете, сыворотку возраста, какой-то антивозрастный. Сыворотку юмора, да. Ввели, все, человеку, и он закостенел как-то. Может, это, не знаю, робот уже какой-то стал, реально какой-то там. Его нашпиговали какими-то диодами, и все. Он просто выходит роботом. А мы думаем, что это человек. И улыбается, да. Это специальная функция у робота такая. Так что вот наград мы собрали достаточно. Поэтому знакомств было много всяких интересных. Ну, времена, конечно, были хорошие. Я думаю, что сейчас люди, которые выступают в КВН, молодежь, они не понимают, еще не догоняют, что на самом деле вот это сейчас, это реально самые лучшие годы в жизни вообще. Вот, кстати, как-то отслеживаешь молодые команды, интересуешься вообще тем, что происходит в КВН, в нашем городе, вот, да, на данный момент. Дело в том, что несколько лет назад, лет 10, около 10 лет назад, лет 8 назад, я явился основателем стенд-ап-камеди первого в Рязани, который мы делали. Назывался он «I love humor» в ресторане «Небо». Мы делали такой камеди-клуб местного формата. И, собственно говоря, я туда пытался набирать парней и девушек, выступающих в командах КВН. Тогда, да, я как-то более-менее сконтролировал ситуацию, следил за командами, которые выступают, которые показывают результаты какие-то хорошие в рязанской лиге, за рязанскими командами. Сейчас, честно говоря, уже не слежу. И бываю очень признателен, когда меня приглашают в жюри посидеть, и я хоть чуть-чуть краем глаза смотрю, что за команды такие выступают. Был очень приятно поражен. В прошлом году меня пригласили на финал РГУ, на финал КВН РГУ, который проходил во дворце молодежи. Статус, ну, такая уже мощная. И команды факультетов выступали, с чего мы все и начинали тоже. Факультетки сначала, потом уже команды КВН уже более масштабные. И был поражен тем, что ребята, ну, реально какие-то такие прям бодрые все, то есть хорошие шутки показывают уже даже в эпоху своей выступлений всего лишь за факультет. Так что, на самом деле, вот эта движуха российская КВН, это просто какая-то, не знаю, ну, религия прям какая-то вторая, отечественная, которую прям память не поставить людям, которые задумываются. Кстати, я сейчас подумала, это только наши отечественные, да? Да, нигде такого нет, конечно. Это вот чисто российская, советская придумка, которая вот просто такой вот масштаб получила, просто какой-то капитальный, на котором сейчас такие варятся деньги бешеные. Они и тогда-то варились в нашу эпоху, когда там взносы различные за участие в Сочинском фестивале, куда мы тоже ездили не раз, а сейчас, мне кажется, это просто какой-то... Это очень мощный бизнес, очень мощный. То есть вот ты считаешь, что в наше время, несмотря на то, что сейчас появляется масса других развлекательных шоу, тех же самых юмористических, стендапы, я не знаю, там масса всего, КВН, он все-таки не теряет свою актуальность? Я думаю, да. Вот сейчас было несколько лет модное скетч-шоу, которое мы тоже с моим коллегой Гвердовским, Димой, делали, Рязгур Юмор. Это был вариант скетч-шоу, и тогда это было много. СТС-проекты и так далее. Какие-то стендаперы постоянно, сейчас в Рязани тоже пытаются поднимать это движение некоторые люди в клубах своих маленьких. Мне кажется, однозначно, монополия КВН ее не переплюнут просто никаким образом. Человек, который хоть раз выступал в КВН, был зрителем в КВН, у него наверняка на подкорке мозга все равно остался этот КВН-ский чип, который всю жизнь будет его сопровождать. Его реально ничем не вынуть, никакими тисками, плоскогубцами и прочими вещами. Ну скажи, вот честно, себе, Космосу говорил уже спасибо за то, что КВН был в этой жизни? Может быть, пока что еще не дорос реально. Конечно, вчера тоже в Инстаграм, да, спасибо, что я поиграл, но это чисто такая какая-то показуха. Да, понты, понты. А так, на самом деле, наверное, осознается через несколько лет, что вот это было классно. Ну, я уже сейчас понимаю, что вот просто башки не было тогда, то есть вот отрыв был по полной программе, путешествия, выступления, залы, овации, зрители. Ну, то есть это просто супер. Когда вот сцена, болезнь сцены, это вот осталось со мной. У нас вот не все люди после того, как мы закончили играть, пошли в какой-то, так назовем, в шоу-бизнес, да, некоторые другие направления у нас выбрали. Ну, вот у меня вот осталась болезнь сцены, я вот не могу без того, чтобы вот с людьми общаться. Ну, может, как-нибудь увидим тебя в КВН? Пора возвращаться. Кто знает. Нет, дело в том, что там у нас, когда мы выступали молодыми, мы привлекали людей взрослых для каких-то выступлений в каком-то номере. Поэтому я открыл для общения молодые команды. Жду приглашения. Ну что ж, тоже ждем. Дим, спасибо огромное. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Дмитрий Беляев, участник команд КВН «Головы» и «Чернокнижник» этой программы «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова